всем привет сегодня будем готовить очень вкусные домашние беляши по рецепту времен ссср эти беляшики получаются хрустящими сверху и сочными внутри приятного просмотра для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты для теста 500 555 грамм муки 300 миллилитров теплой воды столовая ложка с горкой сахара 2 чайные ложечки дрожжей сухих чайная ложечка соли и столовая ложка водки для фарша 700 800 грамм мякоти свинины 3 небольшие луковицы соль перец и немножко обычно питьевой воды а также рафинированное подсолнечное масло для жарки беляшей первым делом займемся тестом соединяем дрожжи и сахар вливаем немножко теплой воды и перемешиваем если у вас будут обычные прессованные дрожжи тогда не надо воды вливать просто перетереть сахар с дрожжами до получения жидкой такой массы теперь вливаем миску теплую воду вода должна быть градусов 30 35 выливаем дрожжи добавляем соль водку постепенно подсыпаем просеянную муку добавляем порциями и размешиваем чтобы не было комочков когда тесто станет уже таким что его трудно замешивать ложкой высыпаем на стол оставшуюся муку можно немножко в сторонку отодвинуть возможно это лишнее будет я просела 550 грамм сразу будем смотреть по плотности теста и выкладывать дальше вымешиваем тесто руками муки сразу много не надо подсыпать будем по ходу смотреть тесто должно получиться таким нежным и однородным благодаря тому что мы влили ложечку водки туда тесто будет лучше подходить а потом когда будем жарить беляши тогда мы меньше масла будет впитываться у них и конечно же получится в результате вкусно хрустящая корочка так я думаю вот эта мука нам больше не понадобится вот эту сейчас может мы вмесим еще в тесто вот такое тесто у нас получилось она слегка слегка прилипает к рукам но больше я муки добавлять не стану чтобы не забить тесто теперь берем миску большую вливаем не немножко масла подсолнечного смазываем миску хорошо помещаем туда наше тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить теплом месте на полчаса в это время делаем фарш нарезаем мясо на кусочки форма не имеет значения главное чтобы они хорошо входили в вашу мясорубку так будет достаточно лук тоже режу на несколько кусочков у меня луковицы не очень большие на 4 части будет достаточно а затем пропускаем все через мясорубку с крупной решеткой чередуя между собой мясо и лук мясо с луком я перемолола теперь добавляю соль перец перемешиваем и чтобы наш фарш был более сочным вливаю немножко обычной питьевой воды миллилитров 30-50 может чуть больше с посмотрим зависит какое мясо было если сочное само по себе значит воды меньше на соль перец добавляйте по своему вкусу соль перец добавляйте по своему вкусу попробовать на вкус совсем не обязательно есть сырое мясо можно просто от рукой который вы замешивали попробовать на язык подходит вам такой вкус значит все нормально все фарш готов накрываем его пищевой пленкой и даем настояться пока приготовиться тесто прошло полчаса тесто начало подниматься у нас сейчас мы его немножко обомнем для этого смазываю руку подсолнечным маслом и аккуратно обминаю долго мять не надо ну где-то две-три минутки так чтобы выпустить образовавшийся в тесте газ тесто не липнет к рукам так как мы их смазали подсолнечным маслом миска у нас тоже смазана было поэтому очень хорошо так будет достаточно теперь оставляю тесто в миске в этой же опять накрываю и оставляю уже подходить где-то на час примерно чтоб тесто увеличилось как минимум два раза прошло два часа после того как я обняла тесто вот так вот оно у меня подошло хорошо увеличилось раза в три наверное теперь будем приступать собственно к формированию самих беляшей смачиваю руки подсолнечным маслом и разделяю тесто на небольшие кусочки примерно такие где-то грамм по 60 тесто я больше не обминаю просто взяла и делю желательно чтобы они были более-менее одинакового размера теперь берем кусочек теста поверхность смазываем маслом чтобы не прилипал вообще полностью под всеми смазала чтоб тесто не прилипло и вот так руками прямо превращаем шарик теста в лепешечку тесто очень мягкая податливая поэтому никакая скалка ничего не понадобится так мы разлепили затем набираем фарш фарш и распределяем по лепешке но края оставляем чтобы было как защипать поднимаем краешки так вот формируем такой как бы мешочек хорошо защипываем края и прижимаем затем уже этот мешочек тоже превращаем такую круглую лепешечку вот такой беляшек получается такую процедуру повторяем пока не закончится все тесто вот такой мешочек аккуратненький и делаем из него лепешечку заодно форш распределиться равномерно по всему тесту и будет кругом мясо все беляши я уже сформировала теперь пойду жарить наливаем в сковороду достаточное количество масла так чтобы беляши наши жарились как бы во фритюре ждем когда она хорошо нагреется чтобы определить готово уже масло к жарке или нет можно бросить небольшую щепотку муки вот видно что пошла уже пена значит можно погружать наши беляши аккуратно чтобы не обжечься сковорода диаметром 24 сантиметра походу я туда три беляша больше не надо чтобы они свободно не соприкасают друг с другом там могли жариться иначе масло может во время погружения беляшей остыть сильно и из-за этого беляши поглотят много масла и будут жирными огонь делаем средний даже чуть меньше среднего и обжариваем беляши с одной стороны до золотистого цвета затем переворачиваем жарим до такого же цвета с другой стороны на это уходит совсем немного времени буквально по несколько минут с каждой стороны готовые беляши выкладываем на застеленный бумажными полотенцами тарелку и закладываем следующую партию вот такие пышные румяные красивые беляшики у нас получается вот и все наши беляши готовы не знаю будет слышно вам или нет как они хрустят но мне очень хорошо слышно вот такие наши беляшики получились сочные и очень вкусные ароматные внутри приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ПОДПИСЬ НА КАНАЛ!